Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и сегодня в нашем выпуске. Повышение качества образования, модернизация школ, уменьшение нагрузки на учителей. Все это обсудили в ходе встречи Рашид Тимрезов и Анзор Музаев. Во всех образовательных учреждениях региональной столицы готовы к началу нового учебного года. Это выяснилось в ходе проверки школ Черкеска. Фрукты, овощи, продукция пчеловодства, молочная продукция, чаи разных сортов, кондитерские изделия и многое другое. В Карачаевске прошла ярмарка «Покупай российское». Подготовили комплекс просветительских мероприятий и организовали книжно-иллюстрационную выставку. Библиотека присоединилась к акции «Ночь кино». Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России Анзором Музаевым, который побывал с рабочей поездкой в республике и принял участие в ряде мероприятий, приуроченных к началу учебного года. На встрече обсудили вопросы, связанные с дальнейшим повышением качества образования в регионе, модернизацией школ, уменьшением нагрузки на учителей при составлении отчетности. В год педагога и наставника, объявленного президентом России Владимиром Путиным, особенно актуальными становятся вопросы наставничества, повышения престижа учительского труда, эффективного управления в сфере образования. Результат совместной работы, в том числе вклад педагогического сообщества нашей республики, отметил в ходе встречи и Анзор Ахмедович. Карачаево-Черкесия выглядит достойно в системе региональных структур системы образования страны. Рашид Тимрезов выразил благодарность министру просвещения России Сергею Кравцову и главе Рособорнадзора Анзору Музаеву за внимание к региональной системе образования, внедрение пилотных проектов и новых практик. За последние 10-12 лет видны колоссальные изменения. Особые слова благодарности прозвучали за реализацию программы капитального ремонта школ. Не так много времени оставить до начала нового учебного года. И родителям школьников интересно узнать, в каких условиях будут заниматься их дети. За ответами на этот и некоторые другие вопросы наш корреспондент Артур Мкц отправился в образовательное учреждение города Черкеска. С раннего утра вокруг и внутри здания слышны звуки строительных инструментов. Это рабочие стараются успеть, разумеется, не в ущерб качеству, к началу нового учебного года. Ремонт шестой школы Черкеска стартовал в марте. Благодаря подрядчикам внутри строения многое кардинально изменилось в лучшую сторону. Правда, о точных сроках завершения работ пока говорить преждевременно. Но в том, что сооружению 1957 года постройки они были крайне необходимы, можно не сомневаться. Из того, что было, остались только стены и окна, можно сказать. Пол вскрывался, там везде были деревянные перекрытия. Всё вскрыли, всё заливали, пол всё залили, плитку положили. Все стены тоже убирали, всю штукатурку, новая штукатурка. Потолок тоже самый, все натяжные сделали, амстон поставили. Вся электрика была заменена, абсолютно всё. И отопление всё было заменено. К слову, наблюдающим за ходом ремонтных работ активистам, происходящие созданием метаморфозы, очень понравились. Осталось понять, когда педагогам и их воспитанникам стоит ожидать возвращения в родное учреждение. Впрочем, на этом преобразования здесь не завершатся. В перспективе планируется увеличить вместимость шестой школы за счёт пристройки. Ведь сейчас при мощности на 650 мест 1 сентября ожидается 1200 учащихся. Объём выполненных работ внушительный. Мы еженедельно по пятницам с родительской общественностью приходили, даже не с целью контроля, а с целью того, чтобы наблюдать, как это всё происходит и какие в будущем ожидают нас перемены к лучшему. Естественно, задача была такова, чтобы к началу учебного года мы могли поспеть. И праздничные мероприятия начались на территории нашей родной школы. Объём по-прежнему остаётся ещё достаточно большой. Я не могу утверждать о том, что именно будет так, как мы задумывали. Что касается остальных образовательных учреждений Черкеска, то оперативное вмешательство строителей потребовалось лишь 19-й гимназии, где из-за летней стихии проходилась крыша. Её заменили за счёт средств мэрии. Во всех школах проходил плановый косметический ремонт, а межведомственная комиссия проверила все здания на соответствие нормам по нескольким направлениям. Проверяли и пожарную безопасность, и антитеррористическую безопасность, и санитарно-гигиеническое состояние образовательных организаций. Также проверяли системы коммуникации, то есть отопления, насколько они готовы к осенне-зимнему периоду и так далее. На сегодняшний день абсолютно все образовательные организации, как школы, как детские сады, как организации дополнительного образования, они приняты комиссией единогласно и готовы принять детей. Во всех общеобразовательных учреждениях региональной столицы, которые готовы к началу нового учебного года, в День знаний прозвучит первый школьный звонок. А за несколько дней до этого в Черкесске пройдёт традиционная конференция работников образования, где будут чествовать тех, на чьих плечах лежит обучение, а порой и воспитание подрастающего поколения, педагогов и наставников. Артур Махцелек Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. 25 августа днём в дежурную часть УМВД России по городу Черкесску поступило телефонное сообщение о том, что во дворе дома номер 78 по улице Космонавтов лежит металлический предмет, похожий на гранату. На место незамедлительно выехали следственно-оперативная группа, кинологи, сапёры, экстренные службы. Примет был идентифицирован как учебная граната, к категории взрывных устройств не относится, угрозы не представляет. Он изъят и направлен на исследование. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево, Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-15, в горах местами до плюс 10. Днем плюс 27-32 градуса. В горах местами плюс 19-24. В северных и южных районах местами чрезвычайная пожароопасность. В большинстве районов республики высокая пожароопасность. В Черкесии без осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем плюс 30-32. Чрезвычайная пожароопасность 5 класс. Минувшие выходные на центральной площади имени Героя России Канамат Абаташево Карачаевского городского округа прошла ярмарка «Покупай российское». На ней был представлен широкий ассортимент как и продовольственных, так и промышленных товаров. Подробности расскажет Мурад Джанкёзов. Около 40 предприятий и фермерских хозяйств представили свои товары. В основном по схеме прямой поставки предприятий-прилавок. Причем по ценам ниже рыночных. Наша продукция все из свежего мяса, говядина и курица. Вся продукция халяль. Новая линия, вот то, что я сейчас дегустирую, это пепперони, колбаска остренькая, с перцем, и сервилат из индейки, и телячья колбаска с кусочками мяса. Цены от производителя ниже, чем везде. Привезла мёд с разными добавками, с ягодами, фруктами, с прополюсом, с мумиё разными добавками. И обычные меда, липовый, акация. Мёд с мумиё – это для костей, для памяти, улучшает кровообращение. Мёд с лавандой – для сна. Мёд с маточным молочком – для иммунитета, противопростудный. На импровизированных торговых точках в ассортименте представлены фрукты, овощи, продукция пчеловодства, молочная продукция, ароматные чаи, кондитерские изделия, промышленные товары и многое другое. Особым спросом пользуются рыба и морепродукты. Ну, мне всё очень нравится, очень много выбора рыбы. Рыбу вообще мы любим. Мясо у нас своё в Карачаевске, можно на рынке всегда купить. А разнообразие рыбы очень большое. Спасибо за ярмарку. Воспринимаем очень хорошо. Почаще ярмарки пусть будут. Цены ещё не прошла, не посмотрела. Но мало людей. В прошлый раз было больше. А так всё хорошо. Ярмарку выходного дня посетили сотни горожан. Сотрудниками ветслужбы был обеспечен контроль за качеством продукции. А содействие в проведении мероприятия оказали работники администрации Карачаевского городского округа. Ярмарка организована по поручению главы Карачаевской республики. Решение принял мэр делать каждый сезон, сезонную, скажем так, ярмарку. Ну, как бы постарались сделать так, чтобы охватить весь диапазон нужды нашего округа в подобной ярмарке. Посетители ярмарки порадовали не только ассортиментом и приятными ценами, но и ярким творческим концертом, а также бесплатным угощением, такими как мороженое, фруктовые нарезки и лимонад. Мурат Шантьёзов, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковой присоединилась ко всероссийской акции «Ночь кино-2023». Участники мероприятия смогли погрузиться в мир отечественного кинематографа и проверить себя. Подробнее расскажет Дарья Тандит. На праздник кино в зале библиотеки собрались читатели, студенты, жители и гости города. Алана Халитова на протяжении шести лет регулярно посещает библиотеку. И была рада, что такое мероприятие проводят именно здесь. Она поучаствовала в квизах, угадая фильм по мелодии, по фрагменту, по фразе и получила памятный сувенир. Увидела вывеску «Киноночь» в 2023 год, поэтому я так и тут оказалась. А что тебе больше всего понравилось? Киноквиз. Показывали отрывки из фильмов, а мы должны были угадать. Мне вот это больше понравилось. Сотрудники библиотеки подготовили для участников «Киноночи» комплекс просветительских мероприятий. Организовали книжно-иллюстративную выставку из фондов Главной библиотеки Республики «Мир российского кино». Заведующая отделом общего абонемента Люаза Тикеева рассказала об истории кино, о новых книгах и порекомендовала лучшие произведения. В 1897 году в Париже в синематографе «Братьев Люмьер» были показаны первые киносеансы. С этого и это было в Париже на бульваре Капуцинов. Есть такая кинокомедия. С этого момента и начинается триумфальное шествие кинематографа по всему миру. Уже восьмой раз Государственная национальная библиотека принимает участие во всероссийской акции «Ночь кино-2023». Мероприятие проводится с целью приобщения подрастающего поколения к чтению и популяризации отечественных литературных произведений. Интерес проявляют именно кино, а потом уже обращаются к нам и впоследствии они более одухотворенно уходят от нас. Это самое главное. Вы знаете, что на сегодняшний день очень тяжело приучить наших детей к чтению высокохудожественной литературы. Но крайне это нам необходимо, потому что литература – это жизнь. Мероприятие закончилось показом нового российского фильма «Вызов». Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Спаска. Альфонс. Часть первая». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!